Вирус наступает. За несколько дней в ангарский диагноз ОРВИ поставлен двум тысячам детей. Болеть сегодня не по карману. Цены на лекарства выросли в несколько раз. И личный пример. Общегородские лыжные гонки открыли опытные спортсмены и представители власти. Информационная картина дня минувших выходных на телеканале Актис в студии Елена Жерлова. Здравствуйте. Порог заболеваемости по ОРВИ в ангарске превышен почти на 100%. В детских садах и школах объявлен карантин. Однако ситуация может стать еще более сложной. Чтобы предотвратить эпидемию, специалисты Роспотребнадзора готовы полностью остановить учебный процесс. Продолжение темы. Сюжете далее. Сейчас в ангарске на карантин закрыто 14 групп в детских садах и 19 школьных классов. Образовательные учреждения хоть и не в полном составе, но продолжают работать. А вот детсад номер 54 11 февраля был закрыт полностью. В нашем учреждении на этот день отсутствовало 131 ребенок. Вообще фактическая посещаемость детей у нас, списочный состав 290 детей. Поэтому мы посчитали, что у нас порог превышения заболеваемости детей составил 47%. На минувшей неделе за медицинской помощью обратилось около 3000 ангарчан. 2089 из них дети. Общий порог заболеваемости превышен почти на 100%. В ангарском отделении Роспотребнадзора утверждают, что цифры растут каждую неделю. Если ситуация не изменится, специалисты готовы пойти на крайние меры. Мы сейчас будем решать вопрос с управлением образования. То есть я хочу внести предложение такое о приостановлении учебного процесса в школах полностью. Чтобы у нас заболеваемость немножко хоть остановилась. То есть полностью закрыть все школы. Вынужденные каникулы для ангарских школьников могут начаться уже в ближайшее время и продляться 7 дней. Врачи советуют сократить время пребывания в местах массового скопления людей, носить медицинские маски и регулярно мыть руки с мылом. При появлении первых признаков болезни ни в коем случае не заниматься самолечением, а сразу обращаться за помощью. Павел Козлов, Михаил Терышкин, Владимир Селиванов. Местное время. Цены на лекарства этой зимой бьют все рекорды. Стоимость некоторых препаратов выросла в два, а то и три раза. В основном это касается импортной продукции. Однако цены на российские аналоги зарубежных лекарств тоже не стоят на месте. Чем лечиться и как при этом избежать разорения? В репортаже наших иркутских коллег. Тамаре Бучельниковой ходить становится все сложнее. Уже несколько дней она не может найти необходимые таблетки от болезней суставов. Те, что есть в аптеке, пенсионерке не по карману. Раньше упаковка стоила 380 рублей, затем 860, а сейчас еще выше. Я спрашиваю, мне диафлекс. Мне говорят, он стоит 1070 рублей. Я говорю, ну слушайте, ну сколько? Так вот, я только выпила, то лекарство закончилось и сейчас 1070 рублей. Ну это же невозможно. Они мне предложили другое лекарство, да? Но то лекарство я приобрела, но оно мне не помогает. Я опять-таки только сажу почки и желудок. Цены на импортное лекарство в аптеках выросли на треть, а некоторые даже в два раза. Особенно подорожали препараты от неврологических заболеваний и от гриппа. Основной причиной скачка стоимости специалисты называют падение курса рубля и санкции. Увеличились пошлины и сборы. Муниципальная аптека пытается сдерживать цены. У нас в муниципальных аптеках наценка очень жестко ограничена и контролируется руководящими органами администрации и здравоохранением. Поэтому изменения цены у нас все связаны с работой оптовых поставщиков. Опять же, изменяются цены на определенную группу товаров, не жизненно важных необходимых препаратов. Причем подорожали не только импортные препараты, но и их российские аналоги. Так, настойка календулы стоила 20 рублей, а сейчас 60 рублей. Так как 80% сырья, из которого изготавливаются аналоги, закупаются за рубежом. Тем не менее, российские препараты стоят дешевле. Набор, который до 200 рублей по стоимости, там, конечно, входят российские препараты. Набор, который полторы тысячи и больше, входят и российские, и импортные препараты. Как уверяют врачи, эффективность российских и зарубежных препаратов одинакова. Выбор, какие лекарства закупать, дорогие или дешевые, остается за пациентами. Купить препарат, за какую цену, это уже зависит тоже от различных условий, в том числе от материального достатка семьи. Нередко можно пролечиться лекарственным средством значительно ниже ценовой политики, которая продается в различных аптечных учреждениях, получив точно тот же самый лечебный эффект. Цены на жизненно важные препараты регулирует государство. Поэтому их стоимость выросла максимум на 10%. Она проиндексирована на уровне инфляции. Впрочем, как успокоили, в областном Минздраве дефицита на медикаменты нет, так же, как и на льготные лекарственные препараты. Органы ЗАГС России переходят на единый электронный сервис. В ангарском отделе этот период немного затянулся. Сейчас горожане могут подать заявление через областной сайт загс.иркобл.ру. Из всех возможных интернет-услуг пока доступно лишь восстановление утраченных документов. По словам начальника ангарского ЗАГС Аллы Волошенко, процесс перехода будет завершен после работы с архивом. У нас в отделе ведется очень большая работа по формированию базы электронного архива. Наш архив с 2023 года существует в городе Ангарске. И все вот эти документы, которые были составлены ранее, мы должны занести в электронный вид. То есть мы над этим работаем. Ангарский отдел ЗАГС планирует перевести на электронный сервис через несколько месяцев. Члены общественного центра «Притяжение» объявили акцию по сбору одежды и обуви для детей из дома малютки. В учреждении проживают малыши с рождения до трех лет. В офис волонтерской организации по адресу 73-й квартал, первый дом, горожане уже приносят пакеты с игрушками и вещами. Им требуется зимняя одежда, весенняя, осенняя, то есть демисезонная. Обувь им требуется. Им требуются чистящие средства, мыло, порошки, крема различные. Пеленки, распашонки, ползунки. Погремушки у них есть, в принципе. Они не требуются. Но вот игрушки, но не мягкие. Сбор вещей продлится до конца марта. Общественный центр работает ежедневно с 10 до 17 часов. Разбирают зимние городки. Сегодня подрядная организация приступила к демонтажу ледовых фигур на площади Ленина и в парке Дворца культуры «Современник». На все работы отведен день. Сумма муниципального контракта составила 300 тысяч рублей. Всего же на возведение, содержание городков и празднование Нового года затрачено более 5 миллионов рублей. Кроме этого, в конце января случилось несколько случаев вандализма. В парке «Современника» были частично разрушены горки и порезаны электрические провода. Они отключили елку и ледовый городок. Ледовый городок получилось восстановить, а елочка у нас уже не горела после каникул. На площади Ленина у нас все было более-менее хорошо. По актам вандализма, если в прошлом году у нас стаскивали елочные украшения, шарики для елки, то в этом году у нас все украшения остались на месте. Демонтаж ледовых городков проводится по графику. С 16 февраля началась Масленичная неделя. Проводы зимы в этом году выпадают на 22 февраля. Юбилейный массовый забег Лыжня Ангарска проходил в минувшее воскресенье на стадионе Ангара. Соревнования посвятили сразу трём годовщинам. 10 лет с начала первой гонки, 55 лет со дня образования стадиона и 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Подробности у Яны Поповой. Тепло и солнце, день чудесный. Так, перефразировав классик, можно охарактеризовать сегодняшнюю погоду. Казалось бы, такую редкую для зимнего месяца, но при том замечательную для занятий спортом на открытом воздухе. Сегодня в Лыжне Ангарска зарегистрировалось около двух сотен человек, любителей и профессионалов, среди которых дети трёхлетнего возраста, семейные пары и спортсмены старше 70 лет. Отличный пример от горчанам показали представители обеих администраций, руководители предприятий и депутаты, которые приняли участие в ВИП-забеге, впервые организованном в этом году. На старт! Марш! Счастливого пути! В Ангарске много ветеранов и звёзд лыжного спорта, а перенимать хорошие привычки – отричная традиция. По словам мэра района Сергея Петрова, который сам освоил лыжи ещё в детстве, народные избранники должны олицетворять собою здоровый образ жизни. Сказать, что я знаю что-то более гармоничное для развития человеческого тела, чем лыжи, наверное, такого нет. Это и закалка, это и работа всех групп мышц, это и волевые качества, терпение, упорство, умение добиваться результатов. Вот что такое лыжи. Горожанам есть с кого брать наглядный пример. Ангарская спортсменка Надежда Шуняева в этом году выиграла московский этап лыжни России. Ещё несколько медалей наши лыжники привезли из Иркутска. Участвовало 11 728 человек, где наши представители заняли 4 призовых места. Селянкин Денис у нас занял первое место, Дуплянка Дарья и Селенка Анастасия заняли второе и третье место на 5000 километров, и Кассив Юрий занял третье место. С каждым годом зимние виды спорта становятся всё популярнее среди горожан. Одной из причин стало стремительное развитие лыжно-биатлонного комплекса. В воскресной гонке приняли участие более 300 ангарчан. В их число вошли и те, кто не стал регистрироваться. Для спортсменов приготовили трассы в лесопарковой зоне и внутри стадиона. 300 метров, 3,5 километров. Всей семьёй ходим на лыжи в лес. Очень всё нравится. С мужем, с дочкой горными лыжами занимаемся. Сегодня тоже пришли. Погода замечательная. Пробежать. Потому что у меня этот прадедушка, лыжников, я тоже начал. Так вот, мы на комбинате, когда начали работать, нам выдали лыжи и сказали, участвуйте в заводских соревнованиях. Вот оттуда всё и началось. И с тех пор катаюсь и катаюсь. Теперь уже давно на пенсии. После порции свежего воздуха приятная усталость и здоровый румянец был обеспечен всем участникам. А после стартов организаторы накормили всех вкусной кашей с горячим чаем. Новые спортивные баталии ждут активных лыжников уже в следующие выходные на лыжно-биатлонном комплексе, где пройдёт ангарский марафон. Участие в нём примут лучшие лыжники области. Яна Попова, Михаил Терышкин. Местное время. Сегодня в нашей программе премьера рубрики, приуроченной к 23 февраля. В течение этой недели известные и успешные мужчины ангарска будут рассказывать о своих жизненных наблюдениях, карьере, друзьях и, конечно, женщинах. Об этом и многом другом. Прямо сейчас в проекте «О чём говорят мужчины». Ну, о политике лучше не говорить, иначе разругаешься в пух и прах. Если тема женщин как-то, знаешь, сплачивает или облагораживает, или подталкивает к чему-то новому, по крайней мере узнать что-то новое, то если о политике зашёл разговор, рано или поздно мужики переругаются, передерутся и расплюются в пух и прах. На футболе чаще говорят о футболе. На хоккее чаще говорят о хоккее. Ну, а во дворе о женщинах. Ну, или как-то о бабах. Бывает, соберутся мужики, вот вроде бы, о чём поговорить? Ну, сидят друг на друга, смотрят там. Только прозвучало «А вот, помню, была у меня одна». И всё, и начинается. Это может до бесконечности продолжаться. Уже на сегодняшний день мои друзья больше говорят о том, что вот как бы домой сейчас вернуться, и не было бы плохо. Потому что там, допустим, поздно пришёл, или нарядный пришёл, ну, весёлый. Вот это больше. И начинают обсуждать, как бы хорошо домой-то зайти, чтобы всем было весело от этого, а не только им. Михаил Живанецкий говорил, лучшая компания – это знакомые мужчины и незнакомые женщины. Вот там, да, если вот я попаду в такую среду, я буду, конечно, так сказать, перед незнакомыми женщинами, буду стараться казаться больше, чем я есть на самом деле. В плане юмора, в плане остроумия, в плане какой-то своей эрудиции. Тут, конечно, хвост распушил, чуб поставил, в атаку, глаз горит. Как мне кажется, мне везёт по жизни. Много друзей, мужчин, ещё раз, там вот футбольная команда у нас есть, да. Все достаточно хорошо относятся, и все, ну, по-мужицки там, где-то чё-то, где-то и крепкое слово, но всё справедливо, и вот это больше всего мне нравится. И все на равных. Важно себя в жизни найти, а отсюда и будет и дело, и работа. А если оно ещё и всё связано, если работа – это хобби, то есть то, что тебе нравится, да, ну, это главное, главное, по-моему, мужчины. Никогда я не ставил перед собой каких-то карьерных задач. Как-то всё складывалось само собой. Работал я на заводе электриком в своё время. Через какое-то время стал бригадиром. Меня назначили бригадиром. Я не просил, не умолял, там, не выслуживался. Стал работать ведущим на радио, через какое-то время стал директором радиостанции. То есть начал какое-то своё дело, стал директором своего дела. Никогда не рвался, не выслуживался, не лебезил, не подхалимничал, не хочу это слово говорить. Ну, в общем, как-то всё само собой шло, 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 шло. Главное – делать просто хорошо свою работу, я думаю. И, наверное, это рано или поздно должно привести к какому-то результату в плане карьерного роста. И свадьбы, и дни рождения, и само рождение своё, может быть, счастливое. Но когда себя чувствуешь действительно мужчиной, это вот когда рождаются у тебя дети. Вот поэтому для меня двое моих детей, которые родились, наверное, вот самые счастливые дни были. Когда у меня родилась внучка, вот мы пришли в роддом, сутки назад она родилась, и мы вот через сутки проникли туда, в палату, там знакомые нас провели. Вот я взял её на руки. Не знаю, это счастье какое-то было. Мужчины, на самом деле, ну, мне так кажется, они очень слабые, очень ранимые. Мужчинам нужно хвалить. Мужчинам нужно всегда показывать им, какие они сильные, какие они заботливые. Там, ну, буквально забил один гвоздь в стену, это нужно преподносить, как будто это просто вот, ну, событие в жизни женщины. Какой ты у меня молодец, какой ты у меня хозяйственный. Это действует благотворно очень. И он ещё 10 гвоздей забьёт, или, я не знаю, починит в порыве вот эту табуретку какую-нибудь, или потёкший кран, починит. А уж творческих мужчин нужно в 10 раз больше хвалить. Если думать, что он страдает, допустим, от женщин, или нет, скорее всего, от женщин он меньше страдает. Больше он страдает от себя, от своего нежелания, от лени, возможно, от водки, не знаю, от нездоровья какого-то. И если его кто-то будет поддерживать, то он дольше протянет, больше противоположному полу, и друзьям тем же самым будет от этого лучше. Какое событие дня было самым важным решать именно вам? Заходите на наш сайт, оставляйте комментарии, предлагайте темы, задавайте вопросы. Автор лучшего отзыва по итогам месяца получит приз. А на сегодня всё. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok